разговор о том что многие считают что с казахстаном будет сбор на беларуси легко но вот я так не считаю особенно было столько поворотом 1 и 6 на месяц в россии 25 там будем рубиться будем бороться будем пытаться защитить титул к слову там все мы помним что сбор на беларуси прошлом году выиграла кубок первого канала на 1 и общем но был казахстане то в принципе да в последнее время очень неплохо с хоккеем дела обстоят вспоминаем бро хо-хо тиноль забрасываем и вот так вот под рассказу о молодежке сборной казахстана наши пышка давайте смотреть еще раз как-то было ну вот здесь закрепились здорово в зоне наши хоккеисты ну и так казалось бы до пышка откатился открылся буквально два шага сразу же первым касанием в дальней шутова пробил что же выходим и вперед и очень довольно быстрая шайба случается и выходит в общем-то выиграл владимир на скорость конкурса покажу еще один выход один молит спасарением но на ничего это тоже арена хороша совсем недавно на ней был смотрел матч спартака иска когда кстати владимир алистров тоже забрасывал но вот здесь вроде бы все правильно в этом эпизоде дел на нашу диагональный перячь вперед вот мы видим что сразу наш спор на пытается играть в атаку а здесь численное преимущество впереди теперь уже от синий наброс и где же там шайба показалось между юркнов ворота нет рядом со штангой шайба прилетела еще два да забрасываем и второе вот со второй попытки андрей стать все таки 0 6 шайб доселе в этом сезоне стать динамо забраться в этом берем же клубную историю но здесь просто розыгрыш как по ноткам ну как по ноткам это просто какая-то симфония сейчас была разыграна нашей командой а вега сапега драздов бросок по по-моему, попадает. Снова через Дроздова. Пока левым бортом еще части нашего киста. Здесь неплохой розыгрыш. Передача на Дроздова. Тот на пятак и 3-0! 3-0! Счет становится. А вот на пятаке, кстати, был там не Пинчук, а Максим Сушко. И именно он забрасывает. Так вот, давайте говорить о том, что, в принципе, сборная Беларуси привезла, ну, на мой взгляд, один из самых крепких и лучших составов, которые только можно привезти, если там, да, убрать игроков МХЛ, которые не заявлены. Так, ну, а здесь, кстати, снова от конька шайба ворота залетела. Забрасывали ногами. Ну, ладно, опять же, мы тут делаем поправку на то, что не было целенаправленного движения коньком. Тут просто такой ликошетник. А здесь Алистров на коротке. Ох, как же хорош. Поединком. Так, ну что, пока сбор на Беларуси, конечно, на голову сильнее, смотря, чем соперник. Стась выкатывается. 1-0. Бросок Шутов успевает. И от 9-го найти партнера. Вот и нашел. И здесь бросок по нашим уже воротам. Шайба мимо свистит по инерции, находясь в большинстве получше что-то. А вот и нет. Обрезка и контратака от сборной Казахстана. Бросок по воротам. Шов как справляется. Браво. В сборной Беларуси играет. Ну, конечно, когда на то и ворота обрушивается. Ох, как. Клюшка высоко влетела и прямо на голову сейчас упала в этом эпизоде кому-то из хоккеистов. Наших хоккеистов. Интересно посмотреть за этим пауэрплеем. Хорошая передача. Здесь выход один в ноль. Бросок. И выше перекладина. Светит шагом. Китаев. Хорошая передача вперед получилась. Выход один в ноль. Бросок. И шостак. Браво. Клюшка. Момент у сборной Казахстана. Хорошая передача. Здесь, не знаю, то ли картинка подвисла, то ли нам застрелили внимание на том, что не было положения вне игры. Но передача прошла. Бросок состоялся. И, в общем, там понаблюдается сборная Казахстана, как они будут начать период. А здесь 3 в 2 атака сборной Беларуси. Можно поймать на смене соперника. Даже 4 в 2. Передача на Далью. Ой, какой розыгрыш. Но вот эта передача на Сатишвире была. Мне кажется, что все-таки отыграть. Но тут после такой задержки у Мороза все-таки шайба оказалась. Непонятно как. Но все-таки сборная Беларуси шайба остается. Передача. Но это не передача. Это бросок. И Мартынов. Игорь Мартынов забрасывает. И делает счет 4-0. Ну вот сейчас отличается он заброшенной шайбой ворота сборной Казахстана. Смотрим. Мартынов сам шайбу подобрал. За ворота укатился. Ах, вот оно что. Слушайте, ну сегодня реально футбол. Настоящий футбол. Шайба попадает после то ли прострела. Да, все-таки был прострел на дальнюю штангу. Шайба попадает в конек. По правому борту. Есть момент. Ты можешь два одного убегать. Хорошая пауза. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. На ближний штанга застревает. А что хотел сейчас... Которым не очень нравятся вот такие зависания. Я от них тоже не в восторге. И честно говоря тоже уже потихонечку начинаю злиться. А тут еще добавляется шайба сборной Казахстана. Давайте смотреть, что здесь произошло. Ну вот, подобрал Никитин шайбу. А, хорошо. Кстати, здесь получилось, да? Никитин шайбу подобрал на Гатиятова. А вот Гатиятов, не знаю, то ли бросал, то ли все-таки отдавал передачу. В надежде на это самое подставление от 29-го. Вот здесь очень сильный заворот Мухаммедов наверх отдает. Серия банных движений от Мурата. Передача на дальнюю. Какой розыгрыш? Где же там шайба? Шайба все-таки в воротах оказывается. 4-2 счет становится. Но вот этот гол был похож на... В принципе, продолжали по инерции атаковать какие-то сборные Казахстана. Мы видим, что четверо белорусов защищались. Но здесь на дальней, смотрите, там интересно. Сначала подставил клюшку Амирбеков. Она отскочила к Мухаммедову. В итоге снова оказалась у Амирбекова. Давайте смотреть еще раз. Вот здесь идет передача. Подставляется... А, в конек попала сейчас Мухаммедову. Отскочила в краску. И там уже... Рукой подать всего лишь две шайбы. Но, ладно, пока шайба ускорена. Подбирает, скорина вздорвана пятак. Бросок и выручает. Находится, начинает он атаку сборной Беларуси развивать. Есть ход в зону. Передача на лево. Хороший момент. Тут здесь снова хорошая такая пауза. Пауза, да. По ощущениям. Но нет, не удается этого сделать. Но мы видим, что с позиции силы продолжает сборная Беларуси действовать. Хороший передачи направо. Бросок по воротам. Гун за воротами. Что до нее придумает. Играет наверх. Снова на боку на передачи. Ай, как хорошо-то сейчас. И... О-о-о-о! Евгений Лисовет делает счет 5-2. Ну, красота! Ну, красота! Казахстана отправил. Давайте смотреть все раз. Вот, упал Горбунов. Да, сумел отдать передачу. А здесь-то неудобно переложил шайбу. Лисовет с бэкхендом над щитком Никиты Бояркина шайбу отправил. Ну, Горбунов здесь хорош. Вот я говорил о том, что и был незаметен Горбунов во втором периоде. А здесь здорово. Полез сразу. Здесь снова пас по направлению 10 номера. Также следовал. Здесь выход 2 в 1. Есть вот сборная Беларуси. Все положение вне игры. Чистый выход 1 в 0. А что? А где шайба? А каким образом она оказалась в воротах все-таки? Павел Денисов, вышедший из бокса для оштрафованных, все-таки забрасывает. Но надо смотреть еще раз. Ну, с этой камерой, наверное, вряд ли будет понятно на 100% что произошло. Но вот получает Денисов шайбу. А, да, она... Ага! Она попала в стойку ворот, похоже. Или же все-таки за ворота она выскочила. Так, будем смотреть отсюда. А, попала в штангу, похоже. Потом на него именно он бросал. Ну и через ближний борт Гарпунов все-таки дает передачу. И проходит этот пас. И здесь на дальнюю пошла передача. Но... И так по ходу меняется. Какие-то сборные Беларуси. Хороший сольный проход. И... Влетает не шайба. Но Вадим Мороз в итоге... Ну, хотя был близок-то, в принципе, да. Здесь очень здорово. Он уходил от Мухаметова. Но вот Мухаметов вторым... Там не Мухаметов. Это был все-таки Королев. И вот на втором движении Королев сумел остановить нашего нападающего. Выставил корпус. И на Беларусу. Бегая вперед. Но здесь уже как будто бы и не осталось особо силы Гарпунова. Но все равно два в одного. Передача на Алистрова. Алистров! Нет, шайба пока не прижата. Вот только сейчас Никита Бояркин. Четыре секунды. И здесь уже вряд ли получится у беларусов успеть придумать. Все. Звучит сирена. Но заканчивается этот поединок со счетом 6-2. Сборная Беларуси одерживает победу с этим ее. И поздравляем первые баллы. Сборная Беларуси одерживает победу.